Всем привет! В эфир выходит очередной выпуск тележурнала Мировой Хоккей. С вами Александр Саханов и позаведенный в последние дни традиции. Сегодня поговорим о молодежном чемпионате мира, который проходит в Канаде. Благо повод есть и повод весьма приятный. Сборная России продолжает радовать своих болельщиков победами. Но обо всем по порядку. Поехали! Итак, не откладывая дело в долгий ящик, мы с вами отправляемся в Оттау на второй по значимости каток мундиаля в Сивик-центр, где в субботу между собой сыграли латыши и словаки. До второго периода, даже до середины матча, можно так сказать, латыши сопротивлялись натиску восточноевропейской сборной и даже выигрывали по ходу со счетом 2-1. Но затем все-таки сказался класс словаков. Хорошо у них сыграл голкипер Януш и нападающий Руснак. Ну и как следствие уверенная победа сборной Словакии 7-2. Ну а теперь поподробнее поговорим о том, что происходило в воскресенье в группе Б. Россияне, они нас интересуют в первую очередь, первыми пропустили от финнов. На шестой минуте у сборной Суоми забросил форвард Яне Лаюнин. И вот после этого команда Сергея Немчинова, не так внятно проведшая первый матч против латышей и снискавшая себе на голову целую порцию серьезной критики, взялась за дело. И в течение четырех минут Никита Филатов, Евгений Додонов и Дмитрий Клопов трижды заставили капитулировать голкипером сборной Финляндии в Харри Саттере. Игра нашей команды в эти минуты была достаточно добротной, содержательной, но и те претензии, которые были у специалистов после матча с латышами, они как-то сами собой развеялись. Казалось, что мы сможем довести дело до легкой победы, но не тут-то было. Во втором периоде Йонас Натинен при игре 5 на 4 сокращает отрыв до минимума 3-2. И вот здесь россияне начали нервничать, вновь проступили те же ошибки, что были в матче с латышами. И если бы не шайба Никита Филатова на экваторе матча, то неизвестно, чем бы дело закончилось. А так 4-2 после двух периодов и в концовке россияне уже просто дожимали соперника. Был целый ряд моментов, но только однажды забил Дмитрий Клопов. Необходимо отметить ярославца Никиту Клюкина, который в этом матче отметился тремя голевыми передачами и таким образом вошел в список лучших бомбардиров всего турнира. Знаешь что, мне кажется, что у меня есть. Димитрий Клопов. Продолжение следует. Ну что ж, вот вы увидели, как россияне отыграли финнов. А теперь давайте посмотрим за еще одним матчем в группе Б, который состоялся в ночь с воскресенья на понедельник по московскому времени. И вновь в центре нашего внимания Словакии. На сей раз они играли со шведами. Скандинавы одни из главных фаворитов этого турнира. И свое сходство они начали доказывать уже на второй минуте этого матча, когда Холмарсон после передачи Магнуса по Ярви Свенсена и Андерсена счет открыл. Казалось, что в этом матче шведы не испытают вообще никаких проблем, ибо в первом периоде разница бросков была 14-2 в пользу Трекрунер. Ну и как следствие вот этого превосходства вторая шайба, которая от Беклунда залетела в ворота Януша. Шведы таким образом использовали численный перевес. Впрочем, как и в матче Россия-Финляндия, здесь второй и третий период проходили уже несколько по иному сценарию. Если в первом было превосходство одной из команд, то дальше игра шла на равных. Как говорят специалисты, присутствующие сейчас в Оттаве, и профессиональным глазом оценивающие действия команд, они связывают это все-таки пока с акклиматизацией европейцев и к площадкам, и к времени канадскому, да, к другому часовому поясу. Так что вот неровная игра команд из Старого Света связана прежде всего с этим. Впрочем, шведы забросили и третий раз в этом матче. Во втором периоде на 34-й минуте отличился Карлсон. Но словаки уже вот в этом отрезке матча показали достаточно добротный хоккей. Ну а Карлсон защитник, партнер Виктора Хедмана, по паре оборонцев в этом матче стрельнул от синий просто потрясающе. Чуть-чуть подъехал к Янушу и метнул шайбу над щитком голкипера. Таким образом, как я уже сказал, счет стал 3-0. Но в третьем периоде все стало качаться на весах Фортуны после того, как на 46-й минуте отличился форвард Словаков Ухнек. Также при игре 5 на 4. Впрочем, большего сделать команде Словакии в этот вечер не удалось. Ну и теперь переходим к группе А. В воскресенье здесь также состоялись два матча. Сегодня канадцы, хозяева турнира, играли с сборной Казахстана. Казахи неудачно начали турнир. Прямо скажем, они в матче своем первом проиграли сборной Германии 0-9. Ну и нетрудно было предположить, что в этом матче также команду с постсоветского пространства ждет разгром. Правда, в первом периоде казахи выглядели более-менее достойно. До поры до времени уступали лишь 1-0, а их форвард Лазаренко, не отличающийся какими-то такими габаритами, да, весомыми, провел очень внушительный силовой прием. Но счет 1-0 держался недолго, до 9-й минуты этой встречи, когда Бен забросил сначала свою первую шайбу в матче, а на 16-й минуте оформил дубль. До перерыва отличился еще Пикей Суббан, защитник первой пары, и при счете 4-0 команды ушли на первый перерыв. Второй период превратился в сущий кошмар для сборной Казахстана. Эта команда пропустила еще 5 раз от Ходшсона, Ди Доминика, Бенна, Эниса и Тавареса. Вот Бен уже во втором периоде оформил хет-трик. После этого решили тренеры сборной Казахстана сменить голкипера, но ей эта мера не помогла. В третьем периоде еще 6 шайб влетели в ворота сборной Казахстана, итоговый счет 15-0. Авторы всех заброшенных шайб в составе сборной Канады на ваших экранах. Ну и естественно, что казахи были расстроены, и даже лучший игрок их сборной в этом матче, защитник Евгений Болякин из Астанинского Бориса не хотел ехать за призом лучшего игрока. Но действительно, какой уж тут лучший игрок, если твоя команда проигрывает 0-15. Казахи явно аутсайдеры группы А, и скорее всего, как и сборная Латвии, готовы научить борьбы за выживание в классе сильнейших. Во втором матче сегодняшней ночью сыграли между собой сборная США и Чехии. В случае победы над американцами, чехи вполне могли бы претендовать на второе место в группе. И надо сказать, что сражались они с превосходящим их в силе, да и в классе, наверное, соперником на равных. Несмотря на то, что счет по ходу встречи был 4-1, у чехов, прошу прощения, у американцев опять две шайбы забил Шрёдер, один из лучших бомбардиров этого турнира. Также он отметился голевой передачей. Чехи достаточно неплохо себя проявили и забросили в ответ три шайбы в ворота МакКолома. И на последних минутах имели шанс отыграться, сняли вратаря и играли в шестером против пятерых соперников. Но сквитать результат так и не удалось. И, судя по всему, после этого матча становится очевидно, что в плей-офф из этой группы проходят американцы, канадцы и чехи. Но кто с какой позицией, выясним чуть позже. Ну что ж, уважаемые друзья, это был очередной выпуск мирового хоккея, посвященный молодежному чемпионату мира. Мы об этом турнире еще обязательно расскажем. Ну а для вас, как обычно, трудился Александр Саханов. Не остается добавить, что мы с вами еще обязательно услышимся. И пока! Субтитры подогнал «Симон»!